Добрый день, дорогие зрители! С вами канал FFDO TV и сегодняшними гостями Федерации футбола Днепропетровской области стали игроки команды Orange Каладинский Сергей и Авдеенко Владислав. Для начала расскажите, как создавалась ваша команда, кто был главным инициатором ее создания? Главным инициатором был Александр Сергеевич Максименко. Когда построился спорткомплекс Orange, были пару турниров открытия. Тогда собирались только бегать друзья и в дальнейшем оно переросло в более профессиональный мини-футбол. А каким главным достижением гордится вашей команде? Наверное, это летний кубок и кубок Хьюмана. Да, мы там первое место заняли, поэтому я думаю, пока на этот момент это наше самое главное достижение. Но думаю, будет в дальнейшем у нас много других, поэтому мы стараемся, трудимся. Пока так. Есть ли в вашей команде лидер на поле и за пределами? Ну, я бы не сказал, что как бы лидер есть. У нас все игроки в команде. Стараемся играть коллективно. Да, у нас коллектив хороший, как бы. Есть определенные игроки, как там Гармис Максим, очень подталкивают нас. Да, Клименко Вячеслав, ну, я бы его выделял. Поэтому, не, ну, мы дружная команда, поэтому я считаю таких лидеров, что нет. А как оцениваете свое выступление в нынешнем турнире? Ну, пока идем неплохо, как бы, хотим, конечно, в тройку, хотим, конечно, победы в чемпионате, но пока неплохо выступаем. Дальше посмотрим, как будет. Скажите, а с какой командой вы хотели бы встретиться в плей-офф? Тут трудно сказать, конечно, все команды уже равные от чемпионата под конец группового этапа уже. Все выровнялись, набрали примерно одинаковое количество очков. Ну, а так бы, конечно, хотелось бы ДКМ и Ювику. Я бы хотел в Лиге, вон, сразиться с ними. Ну, а там посмотрим, какие места займем, там и будем играть. А скажите, считаете ли вы какую-то команду фаворитом в Лиге? Думаю, что самый стабильный это Лат. Ну, да, да, Лат. И как-то к ним более... Да, Лат, хлеб, ну или хлеб, как бы, как победитель зимнего турнира. Да и вообще два года, они чемпионы. Лат и хлеб, главный фаворит. А можете ли спрогнозировать финал этого сезона? Кто будет? Какие команды будут там? Будет ли там Оранж? Ну, Оранж, конечно. Да, Оранж, не, Оранж, да. Оранж, конечно. Боремся, мы боремся всегда, легкие такие раздражители. Ну, тяжело подсказать пока что. Да, пока все ровно идет, поэтому нельзя сказать сейчас. А скажите, какие у вас дальнейшие планы? Собираетесь ли вы, возможно, принять участие в чемпионате Украины? Первой или во второй лиге, или в Кубке Украины? Ну, я думаю, будем разговаривать. Планы есть, но надо все отталкиваться от формата турниров, как оно будет происходить вообще. Потому что хочется играть и в городе, и попробовать свои силы за межем и города. Ну, да. Скажите, как проходит ваш тренировочный процесс? Весело. Весело, очень весело, да. Тренируемся два раза в неделю, вторник, пятница. Кто может, ходит. Ну, да, у нас есть, конечно, люди, которые работают. Люди работают, играют на большое поле. У нас вообще коллектив больше собрался как с большого поля. Все отталкиваемся от этого. То есть в вашей команде царит очень дружеская атмосфера? Конечно. Без этого никуда. Стараемся для этого, чтобы коллектив был. Коллектив на поле, коллектив за поле. Одно целое. Проходят ли у вас какие-то мероприятия вне турнира? Собирайтесь командировать? После каждой игры практически все. Практически все. Собираться, ну, как бы у каждого есть семья, какие-то другие планы. Ну, стараемся собираться, сидеть, обсуждать игру, дальнейшие планы. Поэтому, ну, стараемся. Не каждый раз, но стараемся. А был ли у вас опыт участия в турнирах в других королях? Бакашки нет. Только в Днепропетровске, да. Мы только готовимся к этому. Есть ли у вашей команды тренер? Да, есть тренер у нас Сергей Петрович. Как бы, тренируют, как бы, хорошо у нас. Ну, я лично доволен. Команда вроде, как бы, тоже. Я не слышал такого, что там говорили, что плохо тренируют. Человек хороший, ну, ничего не могу сказать плохого о нем. Поэтому, ну, пока мы довольны с ним, работаем с ним. Там будем уже смотреть дальше. А скажите, как долго вы работаете с тренером? Со второго круга зимнего чемпионата. Да, ну, то есть с Нового года, получается. Да, второй круг начался с Нового года. С Нового тренера? Да, с новым тренером. С одним тренером чуть не получилось, как бы. Ну, этим тренером пока довольны. Поэтому, сколько, полгода мы уже с ним работаем. Пока нормально, двигаемся дальше. Будем что-то новое наигрывать, пытаться. А скажите, есть ли у вашей команды какие-то проблемы в составе? Возможно, какие-то потери игроков? Ну, да, у нас вот недавно, как бы, Сараев Сергей выпал, порвал крестообразное. Юра Александров. Юра Александров. Тоже проблемы с коленом. Мельник. Мельников. Мельников, Дмитрий. Дмитрий Мельников. Тоже у него задняя. Да, есть кадровые проблемы, но мы, как бы, не расстраиваемся, двигаемся дальше, играем, ждем их возвращения, как они восстановятся. Будем ждать их в наших рядах. А скажите, как вам объединение двух турниров? Что-то изменилось в лучшую сторону, возможно? Нет? Ну, не знаю. Больше коллективов стало. Теперь у нас играем как ни семь команд, ни восемь, а десять. Не, ну да. Получилось так, что поинтереснее. Новые люди появились. Формат турнира поменялся немножко. Не, ну, сюда интереснее играть, ну, когда есть новые люди, новые игроки, то есть, как бы, сюда интереснее выходить с ними играть, обыгрывать или, там, проигрывать, конечно, неинтересно, но выигрывать всегда, как бы, хорошо. Ну, я считаю, что объединили, ну, это шаг вперед, как бы, это улучшение. Поэтому пока будем так играть, может, что-то дальше еще что-то придумает наша федерация. Поэтому надеемся, мы, как бы, всегда за. А скажите, у вас есть какие-то, возможно, предложения, как можно еще изменить, что-то добавить, что бы вы хотели увидеть на турнире? Добавить, да? Это, ну, что, к комментатору текст написали, не знаю, новые фразы закидывали. И хотелось бы, когда это, видеообзоры идут, чтобы рубрики разные придумывали, новые. Такие вот пока пожелания. Ну, а так, в основном, пока что все здорово. Не, одно еще, знаете, как это, люди травмы получают, да, чтобы федерация начала уже, может, страховать наших игроков, надо что-то внедрять в такого плана. Хорошо. А, ну, пожалуйста, расскажите, а почему у вас именно название «Оранж»? С чем это связано? Талкиваемся от спорткомплекса «Оранж», который находится на левом берегу. Почему он назван, я, честно, не знаю, почему «Оранж». Это уже к Александру Сергеевичу голосову? Да, это уже, как бы, ну, вот решили на фоне этого спорткомплекса «Оранж», ну, и назвать команду «Оранж». То есть много было, сейчас он подстроил «Хьюман», было много у меня, ну, задавали вопросы, как бы, будете переименовываться на «Хьюман», ну, как бы, я отвечал всегда, зачем, как бы, есть уже «Оранж», уже как-то, все привыкли к «Оранжу», поэтому играем под «Оранжом». И еще один вопрос, почему название «Оранж», а форма у вас зеленая? Ну, листья у апельсина зеленые, примерно от этого отталкивались. Старая форма, ну, как бы, старая, она «Оранжевая», то есть решили что-то поменять, ну, взяли зеленую, посмотреть, ну, как бы, форма хорошая. Если честно, просто не было другого цвета, да, я пришлось уже отталкиваться от того, что есть. Я отталкиваюсь от зеленого. Зеленый – неплохой цвет, хороший. Цвет жизни. Цвет жизни. Ну, на этом я вас благодарю за интервью. Спасибо. Желаю вам удачи, надеюсь, мы вас увидим в финале, как вы хотите. Ну, а с вами, зрители, мы прощаемся. До скорых встреч. С вами был канал FFDO TV. Спасибо. Спасибо.